Девушки отдыхают 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 да там использовался ролик я сказал то есть забирайте хоть все ролики забирайте они хотели два использовать но ролик с дэнди который ехал в автобусе и размахивал ногами вертухан и показывал его в итоге вы из такого фильма вырезали оставили только то там где он говорит правда царская стрела давила вот это вот оставили и они изначально там долго просили по велат можно будет использовать конечно боже на здоровье ведь мы тебя в титры добавим да боже делать и чё хотите вообще просто хоть все наши воды возьмите вставьте будет классный фильм да 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 но кстати без первогоента я помню как я топил на финальном матче я там просто орал как резаный действительно игра была просто чума че чума че эмоции были совершенно другого уровня вот что не говори а вот первый international он он реально был очень крут потому что до этого наши команды не выигрывали таких турниров вообще не вообще ничего нормального да да были у нас дтс и не посмотри место заняли там на свc и 3 на vdc дай ну да да но опять не было именно не было громких побед а это тогда это была просто заявка на всю планету это было реально очень круто ладно что там у нас забанили шторма и чена парни из rocks все-таки решили что нави не настолько неадекватные герои что будут пикать одни и тех же героев две игры подряд сейчас мы это выясним на степени адекватные нави да или они сейчас действительно возьмут дизраптора там и нигму и пока ну я думаю нави в принципе не особо там думают про то что ой мы это уже брали больше мы это брать не будем потому что так нельзя где написано что так нельзя делать все что захотим таких не видел до руководств не может где-то там есть гайды типа нельзя пикать нового героя дважды но пока что таких и не встречал текс ну что третий пикатрокс так и что там что там они забирают пока ничего пока не думает и что же они придумают а такие же картинки пододелали с этой пандой смотри просто да действительно элитник да друзья я вот не знаю где где вам кто вам сказал что надо что-то с этой пандой сделать видимо где-то какой-то конкурс да 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 но с этой пандой вот меня на стенке до где-то лежала мыть меня фотка вам и все это ли гуляли по городу там да уже мне нас кидывали кстати нормальное количество с этой пандой там и с капустой и как я грызу эту панду ем точнее с кишками вы знаете про какую фотку идет речь фотка с сиэтла где каспер стоит в обнимку с большой круглой пандой она такая милая была я не мог ее не обнять меня я не знаю кто смотрит сериал этого кто смотрит сериал уилфред тот поймет там есть миха ну короче кто смотрит тот поймет вот с этим михой делает один пёс там очень нехорошие вещи можно не продолжать я думаю рубик от navi продолжает navi набирать любимых своих героев чем в бане поэтому его они взять не смогут то так что пупею придется опять-таки брать какую-то энигму какую-то они ты так сказал прям вот камень в пупе кинул какую-то энигму не в принципе в прошлой игре она была до какой-то ними хотя не поспоришь пара блэк полов была в тему вот тут действительно лишнего сказать нельзя быть ничего и четвертый пик темплар ассасин воу воу станут ли navi что-то придумывать хотя я не знаю дэндику возможно квапу какой-нибудь запикают сейчас потому что пак против там парке не очень хорошо стоит квапа более или менее или потому что есть нож нож это уже лишний тик по скажите мне по рефракшену да так что сейчас выясним или дэнди сейчас как старые добрые времена джакира соломит тоже неплохо будет дэнди вчера или позавчера писал что я скоро доберусь до пика и пойдут тхд соломит инвокеры в сложной ну так нормально 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 а почему нет это же все можно юзать а каким образом он доберется до пика он собрался ликвидировать пупея или я не знаю ну может быть может быть ну вот пупея и продолжать для себя брать остался пак все очень просто да пока что вот тут других вариантов нет я тоже так думаю и сейчас зависимости от того что забанят мы увидим что а может быть инвок посмотрим 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 будет ли это инвока когда этот человек пишет да и с капустой тоже я делал говорит не просто заняться нечем все же фигней страдаю не у меня мне очень приятно такие прикольные картинки мне понравилось надо конкурс сделать вообще у нас был классный конкурс в шестом сезоне типа там разные мемы на тему просто конкурс картинок да 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 блин надо сейчас такой же запилить так столько столько добра там у меня вот там до сих пор этом альбоме там 200 до 50 что там такие были вот это до встречи по ту сторону сетевого кабеля просто или миллион до миллион был клубы надо бы наверно мы анонсируем на днях такой же кой-то конкурс на рарочки на на эти кстати кстати у меня такой классный анонс для всех кто придет на игромир что на игромире до мы среди всех кто придет разыграем две тысячи рарок пойдет нам да а я буду участвовать ну две тысячи рарок мы будем раздавать будем раздавать их просто пачками прямо запечатывать в коробке и раздавать текс ну что ж 10 секунд еще 10 бонус тайма rocks kiss кэри понятия на флэн понятия понятия второй саппорт скорее всего это саппорт я так понимаю для андроида краску будет ли это какая-то будет ли какая-то doom окей это какая-то doom у каспера кстати до сих пор я вижу в твит деке до конца гейминг табличка конца гида он кстати иногда всплывает хэштег до конца гейминг до сих пор работает да 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 там периодически появляются какие-то посты потому что там постоянно у нас есть любители периодически встречаются которые вот типа фнатики знаешь которые сегодня гонялись до тир-3 тауэра за медузой с пол хп и полной маной то есть нормально действительно до конца гейминг так и вот он doom doom которого сегодня банили насколько я помню и банили кажется нави вот что-то что-то меня припоминаю там он последний банан обе его действительно сегодня так и вот он сейчас пик будет ага а часто дэндик должен призадуматься потому что doom то герой противный очень противный и вероятнее всего doom будет хейтить именно его хотя есть еще цель такая хорошая как дарксир или даже лайфстиллер но это мы посмотрим чуть позже ну и что будет ли это пак будет ли это пак как думаешь это будет пак или пак мне кажется что все таки пак вот да факт кезис амамамам это да это вот та фигня которую я наименее соломит дума да не соломит дума это тамплар ассасин в миде айдом бурью форме лочь да 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 логично это та фигня которую раньше юзали но я не думал что дэнди сядет на дарксира причем очень часто юзали как раз таки против дэнди и очень часто это делали импайр со скандалом я помню вот-вот мстят мстят нави интересно сейчас и посмотрим насколько это будет работать вообще это работает да если кто не в курсе это действительно хорошая тема потому что щит дарксира там четыре атаки в секунду кажется проводит по чуть-чуть а вот моментально падает да вот рефракшн падает действительно очень быстро потому что там 3 4 5 6 тиков дэмэджа отражает этот рефракшн не отражает не поглощает будет более правильно да следовательно там полторы секунды и даже седьмого левела рефракшн все равно будет падать очень очень быстро короче понятно в принципе все йолло у нас будет суппорт алхимик судя по всему или это вряд ли это будет такая да это портал химик точно да это реально пойдет сложную нексус фармить а может все-таки надурят и поставят дума в мид но сейчас посмотрим потому что там уже у нави герои то свапнулись дэнди уже свапнулся с фаником они могут я думаю и обратно свапнуться да вот они обратно свапнулись смотрю запак дума нет дума идет все-таки не мид так мид идет ланая а ну и бзз против дэнди бзз который команды rocks принципе играет в миде вы знаете только на star ladder на других турнирах на тех где можно играть соло вот 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 это не ошибка сейчас 78 процентов ставят на rocks kiss но я думаю что вряд ли тот два лаунж вы это я вот уже захожу смотрю не наоборот наоборот все наоборот да это ошибка конечно 78 процентов navi 22 процента rocks смотрю дорог забрались пытается не здесь кого-то быстренько найти и очень надеюсь на то что поймают а да 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 причем вот они сейчас в смакевич и могут принять сейчас да одни из хайграунда так вот неxus вот хоть и хвост 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 слишком далеко сейчас пошел и на хвоста сейчас нападает седой остановить то нечем стан ел если взорвет хвост убегает а то 105 боже ну такие глупые ошибки и взрывается и сейчас нави май ну нет 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 ну слишком далеко были нави короче да там немного подстопили свои же сейчас йола поэтому не зашло еще в седого копишка такое залетела тоненькая тоненькая самая-самая слабенькая копишка да потом будут импетус еще по самому карты летать до разбежались по линиям ребята да next уходит в легкую фармить против них будет стоять фаник на медведе который здесь уже бульдожит на линии мы видим а ну и дэнди против пупей с куроки своих лесах сашка хвост найк сформить все в принципе здесь понятно так и дэнди вообще не долго думая 2 эншелла пошел бить крипов да и от лана и здесь уже не весь ребят сейчас прямо сейчас на нашем шестом канале twitch.tv starlader 6 начался гранд-финал сами про серии так что если вам не тяжело я думаю вам не тяжело порадуйте наших подрастающих стримеров параллельной вкладочки откройте twitch.tv starlader 6 одним глазом посматривайте как играется гранд-финал сами про серии будущее когда-то сами про серию starlader выигрывали такие ребята как for friends and shri или такие как 3d max которые потом играли в star серии играет до сих пор успешно сегодня выиграли у фнатиков так что еще раз напомню twitch.tv starlader 6 открывайте в параллельной вкладке будем мы и я думаю стримеры вам благодарны за внимание трансляции финал да я думаю команды вас тоже смогут порадовать забавной игрой потому что обычно как раз вот в про всеми про дивизионах там постоянно вообще неистовое мясо происходит там редко заходит до терпо игр каких-то и там дота зачастую намного экшеноноснее намного интереснее но это уже опять же кому как потому что понятное дело там уровень игры немного поменьше но зато действительно игры повеселее желание побольше да 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 там ребятам еще есть к чему стремиться на интернешнл они не катались хотя не факт что не поедут возможно кто-то из них как раз таки и отправиться в недалеком будущем не говорю что на следующий но возможно через один или через два потому что судя по тому с каким успехом вальф формят на интернешналах я мне кажется мне ну можно было умирать что можно быть рок старыми можно сделать gta и можно быть гейбом и сделать half-life 3 или steam и еще забить на всех пол да просто сделать steam пк или steam бокс на который по сути стим все но вот мы кстати когда были в сиэтле у нас то больше стояли комментаторские компы они были ну там 25 короче 30 там на 40 сантиметров до маленький кубик причем там поверьте мне там экстрим эдишн процит там было сколько по 32 оперы да ну то есть такой такой как стоит у меня дома мощный такой тазик здоровенный там он был упакан в маленькую маленькую коробочку такую да да то есть который реально можно нести в одной руке абсолютно спокойно и ложить все с собой в сумочку конечно конечно то есть он действительно небольшой совсем небольшой мне это тоже приятно удивило я вначале тогда сидел стебался думаю что это нам поставили за ведроиды но когда увидел что там написано и что мой домашний ведроид r2 d2 по сравнению с тем что там стоит то да я конечно был очень приятно удивлен теоретически мир перевернется скоро ну блин пять лет назад про компьютера нынешней мощности мы не могли мечтать про то что какой-то там 13 дюймовый макбук который весит там полтора килограмма до будет вытягивать доту 2 абсолютно на изичах причем это будет летать на макбук серфейс ну да от windows мы когда были в сиэтле мы пытались запустить с воркшоперами дотан на 4 ноутах и на серфейс на windows 8 единственный девайс на котором пошла дота это был как раз вот этот серфейс пожалуйста да который по факту является планшетом но там он был сдок станции что это такое неважно да но опять же вот вам пожалуйста пример очень плохая статистика у дэнди на дарксире нам тем временем подсказывает наш статсмен одна победа в четырех матчах и среди гпм 300 очень плохо давались матчи то есть мы видим не один раз дэнди мон играл против лана и не получалось то и сейчас не получается 20 15 лана и 11 2 дарксир не получается дэнди должен сбивать даже дэнди должен не давать лана и фармить это у него пока не идет ну а тут выход от пупея скоро выход на на пустую линию здесь никого нету седой ушел в леса в подполье и там партизанит да ну пока игра действительно немного затягивается все тихенько спокойненько все действительно очень-очень размеренно и вот медас атакуют другие крипов атакуют первые крипов хотя бы час нами начинают вышку же прессовать да так если там базилочка не базилочка есть кентавр да товар дает очень плохую ауру есть сич клип есть двойная пачка крипов но это товар падает абсолютно без каких-либо шансов а что у фаника фаника 3 ловил и мидас у дума появляется на 15 позже у нексуса мы понимаем что мидас у дума это немного поперспективнее в плане деньги зарабатывания чем мидас у найкса но в плане внасть вношения дэмэджа как бы на иксу пополезнее будет что на x там побыстрее сможет стать убивцей чем дум да и вот сейчас фаник пытается еще поводить крипов у него это не очень хорошо получается плюс еще там тучка от ела тучка максица она уже второго уровня у фаник все равно линию отстоял довольно неплохо то есть роксы еще не забрали тавер это уже хорошо здесь уже возле второго хвост тусуется без скуроки и фурион боится подставляться да фурион там мертвый будет если он подставится фурион действительно там отъедет дэнди в миде ускоряется за бзз дэнди колет очень больно будет еще вакуума дэнди бзз огромные проблемы у него есть телепорты и дэнди слишком далеко зашел трэпа взрывается здесь же ел будет на дэнди раскастоваться дэнди есть сурдж у него проблемы огромные у дэнди дэнди на сурже убегает и остается у него 60 хп банка сейчас еще тангусик по пути закусит побежит дальше да но у него опять же через четыре секунды сурж поэтому я не думаю что темпларка ему что-то сможет сделать я не понимаю вообще что она сейчас там делает ну ударила из мэл да окей но в принципе она его никак не убивала дэнди бы и так да побежал я думаю на базу вышка вторая падает вот в чем дело фурион пришел будет мешать надо ему очень осторожно мешать чтобы не дай бог не подставится под телекинез ну что будет неприятно опа траблы бэзэзэ на хасея это точно форсблат пупей умирает однозначно пупей да ладно это пассивочка то а пассивочка то в 2 пассивочка то в двушечку догонит но это было конечно очень красиво вот он форсблат бэзэзэ ну кроки здесь спрятался да хас так что спасла бэзэзэ но пассивка в 2 была почему да да причем вот действительно я такой смотрю и нчаю пассивка в 2 что как в принципе 50 но так с этого это это много действительно это очень крипов подставляется на линии что не может быть планирует убить рошана например очень скоро может обычно эта страта как раз работает против рошана когда рошан на инчу замахивается там да я нанося и там не знаю один удар в пять секунд и очень успешно на самом деле вытаскивает и нча этого товарища ладно рубен тем временем сделав дабл спаун запулил крепков до добивает причем кентавра много опыта много денег куроки доволен ну и снизу кто там что там у дума у дума 48 на 11 хвоста 47 8 синхронно так идут на но у на 400 голды опережает хвоста там алхимик я слышу раскручивается и фаник на последнюю долю секунды успевает встрять тут же думает фаник умирает точно да 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 плевочек фанька можно заденайть а то свои же он-то забрал ела это очень важно и здесь дэнди дэнди заседым седой скорее всего не уйдет нет телепорта у него нечем улетать давай его просто заколят час до смерти причем там центр еще подтягивается пупей ну дэнди отдадут враг да и два в один фаника одного убили потеряли двоих собственно игроков своих раксы не самый удачный размен 2100 2 2 становится то есть счет так ну чё там у нас пупей пупей да пупей действительно вот максит у него же третьего уровня антачи был много и дэнди опять таки за бзз бз по таранту просветочка и избивает бзз но дэнди то очень больно это было неприятно это было очень неприятно еще и проблему пупей у него сейчас закончится хил подымает куроки бзз да просто опустил чуть подальше чтобы тот не трогал и второй мидас появляется урок сол дабл мидас но вот два мидаса естественно лучше чем один мидас я опять же проявляю если у медведей особенно да да но вот если она сейчас пойдут драться конечно может это выйти им боком хотя с другой стороны фрион то чо он он что так что так сейчас бы бегал бесполезные а так он хотя бы будет получать лишний опыт лишнюю денежку давать те же ульты вот так вот подбирать фраги изредка что для него весьма и весьма приятно безусловно вот он профит у седова 9 из 14 12 ассист в среднем за игру это очень неплохой результат ну и 9 из 14 понимаете помнить недавно мы комментировали игру где седой сделал первых три фрага фурионом оффлайн против три плея это было очень прикольно сделал даблкин помещу один фраг не помню с кем играли сейчас как тебе dark sear вот тот самый от которого гангали гангировали гангировали да не выгангировали да его там кайпе в миде гангировали гангировали да и умерли втроем так дэнди дэнди начал медленно верно собирать хекс есть у него мы видим арканы но это поймали бзз по это дело что бзз тут не сдобровать как больно то ой-ой-ой ел ел лично успевать прожать рейдж но нет open wounds tower бьет хвоста поэтому поэтому просто сейчас убьют ауэра действительно хвост проседает надо его похилить подошел там первые виспы они еле-еле лечит там мне кажется . наносит больше дэмэджа алхимик хвоста острей что у него остается 22 хп нечем добивать фуриона ульта не раки там с рефракшеном нормально всасывая дэнди тут просто бегает такой я сейчас прошу на всех что-то дэнди такой блин где моя арба где мой сайленс дэмс койл что за герой почему вы мне дали какую-то фигню дайте мне пока действительно он милишный действительно ну и все это время пока развлекаются нами вместе с оксами миди фармит фаник и а но и фармит на эксус фармит на эксус очень хорошо у него полторы тысячи тут спрашивают зачем дэнди постоянно ботинки выкидывает когда юзает банку но ботинки у него на что там сейчас когда он короче выпивает bottle например вот сейчас если он будет это делать значит выложит у него увидите маны станет по-моему 650 где-то ну короче у него станет до намного меньше мана 250 меньше маны он ее отрегенит и потом в процентном соотношении это количество маны которые он отрегенил она увеличится короче очень выгодно это то же самое что отбираться банка выкладывать пт ну типа да то есть это это как бы такой небольшой абузик некоторые это юзают некоторым просто лень но вот дэнди юзает он второе место на интернешнале занял как бы альянсы тоже юзают они первое заняли кто не юзают где они из разряда как переключать там pt перед тем как что-то заюзать да 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 ну это это дает свое дает свои плоды вроде по мелочи по мелочи но там раз 10 такую фигню вычудил и у тебя уже какой-то действительно а мы находим поход на базу грубо говоря да да лишний поход например действительно можешь сэкономить барабаны у хвостецкого кстати пупей фармит вот вот этой формящей энчантрес у нее смотри у нее на 12 минуте есть pt есть point booster то есть тут огонь появится минутик 20 это будет неприятно ну не ланая конечно а вот тем же там например тому же визажу который будет убегать и если ему будет там что-то залетать это будет ой 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 как неприятно у нас мы видим фэйзы magic wand и bottle так ну и вот он фаник фаникве фаникшкуве да вот он находит кстати 2 2000 лол ну так его оставили слушает тут минут на четыре наверное да не знаю ну очень долго здесь стоял один вот тебе результат неплохо дум покупает сейчас будут пушить дальше судя по всему но чем дум с волком вот 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 почему влад мирс ну ладно окей влад мир значит влад так чё там аура вот она аура да ну аура очень хорош сейчас у дума бонусный урон плюс еще влад мир там бонусным дембрент ай ой ой как в миде куроки разорвали там разлетел стан и нам в клочья с одного удара бзз под тучкой послать два плюс девять вот у крипа например у милишного когда думре находится рядом с ним в процентом соотношении это ну очень много это реально дофига так и вышку на топе пуши час фурион но да вот слушай ты тогда спрашивал зачем на замок шины он тачи был сейчас танкует волк часто потанкует другой товарищ и опять же вот-вот на пупе рашан и и сюда я эстонский раша ну вот так то обычно и делается это уже известная практика просто замечала это не раз теперь видно что это да там не просто так делается действительно команды планирую но они заходы это огромный минус потому что нету нету хила ну хила да хила вроде меньше причем порядочно меньше но мы видели да было буквально там пару драк и корни сперва удар пришли у фаника и вот тут куча телепортов и дэнди сейчас будет ах дэнди поспешил видно что не хватает все таки у него опыта игры на ds а но стягивает конечно йола йо получает импетус и туда такой прям на сто девяносто восемь залетел же импетус и еще один вот так вот энчантр из даблкил у энчантр сейчас еще какой-нибудь игр клуб появится и она будет бегать с просто огромным количеством хп с огромным количеством маны в общем в общем да грустно будет для команды рокс если вдруг не чая еще себе аганим быстренько доберет тут как раз вот в этом-то и вся суть то что и нича вроде ты на нее смотришь да у нее там сейчас point booster и всего-то семьсот восемьдесят семь хп но учитывая то что дота на самом деле достаточно балансная игра то наличие вот этих там без малого до восьми сотен хп у энчи это уже очень дофига да может вот этот антачи был ты ее руками в принципе не забьешь а нюков в нее надо выкинуть для того чтобы эти восемь сотен сбить но вы понимаете да сколько нужно нюка для того чтобы снести восемь сотен хп и прибежал в минуте он уже поджигает залетает стан фаника ну фаник тут умрет да фаник хотя живет очень долго и может быть даже сденает его отлично пупей динает фаника как же хорошо сейчас получилось для нави четыре игрока убивали из динайл пупей их очень очень круто причем можно было попытаться поймать визажа вот хвост он уже бежит на фейзах но улетает на дороге сбить да вот и все чем сбить хвост 53 67 14 раз он проигрывал на на иксе то есть понимаете что не особо много ну понятно что один из его самых популярных а я не говорю самых любимых героев потому что я не знаю какие у него самые любимые герои спотма точно ну под мать и спектра но нас ностальгия все-таки возьмет свой я уверен ну да да тут не поспоришь так где там наша фурион жки фурион жки скоро с лотаром будет до появится скорость до лотар 16 минут довольно неплохо поэтому дело что у ел ничего нет швоз тут нашел людей украл у них совуха и как бы прогнал само собой у вас так кстати очень неплохо вырисовывается по артефактам мы видим есть не армлет из него фуизы барабаны смоками просто втарились по самое не хочу ребята из navi мы видим пупей купил себя уже игр клап ему не хватает 1700 до аганима плюс затарился там еще разными суппортящими шмоточками так ну и вот смотрю сейчас на то что три минуты осталось до изъятия аэгиса и пока что на ави за эти три минуты они да они там перемещались но особо не было вот таких целенаправленных вылазок с целью снести там хотя бы какую-нибудь вышку хотя есть мека кроки восьмой левел там что там кстати у фаника 3000 у фаника ну вот они вот так ходят смоги подтягиваться хвосту опять-таки все это происходит без медведя то есть такой альянс style playing то есть когда медведь там фармит свои шмотки потом приходит в драку уже со всеми а играет без него поначалу опять же и где теперь альянс то есть дом дом подняли его хвост грызет дом умирает ну вот main carry как-то тут ну не просто не оказалось во время нужных персонажей хотя бы там плюс 1 плюс 2 ох ты какой классный спелл куроки то украл чем там украл о да это кстати прикольная тема причем прямо сейчас нужно верная юзать уроки уже ищет себе жертву но или портом конечно да тут особо не поспоришь сейчас есть видишь кого она летаешь того же йола это будет очень неприятно врывается дэнди и стягивает это даже к уроке просто купить чуть ли не не забать может надо было ведь может забать и сейчас действительно так полетели там пока птицы кто-то в лесу спрятался это дэнди дэнди стяжка стенка просто взрывается йолт тут же проблема бзз бкб ох это очень хорошо но колит его дэнди очень сильно ну колит это такое надо бить хвост ускорили раз два бзз бзз мэлт не успевает бзз спрятаться мэлт но его бы закололи в мэлде в любом случае три фрага по три а зарабатывать на ави да там даже если бы и как-то ну не не докололи все равно пп были центрики на всякие пожарные там еще на томе посмотри к уроки то бык ты посмотри что он вытворяет он сейчас просто заходит за спину андроиду и андроиду здесь уже ничего не светит у него нет телепорта и куроки просто-напросто его подымет и все что захочет то сделать да и не улетает оттуда фуриона а вот андроид отсюда уже никуда не улетит может быть еще постарается тп что но понимает что нет смысла даже зачем тратить тп да и что-то посыпались как убивает здесь хвоста кстати приняли вот потерял аэгис и умер еще раз а вот делал вот я не знаю вот этого я не с не понял этот мух сашки и что конечно сажили как он сам подписывает себя на себя подписывает скажем так дейл блэйд мил ну дэйл блэйд милда это у нас данила вроде недавно такой надо фигурировал до 20 минута игры и у на веух пять тысяч голды преимущества и почти 7000 экспы вот только что прям на варде сделали смоук роксы бывает прям вот вот стоя на нем и прекрасно должны это понимать час на ве пупей должен отсюда уже наверное сваливать по-хорошему пупей нет еще не умирает нет пупей умирает и включил хилл пупей получил станк под тучкой плевот такой опытный игрок как пупей я не верю что он увидев заюзный смоук стоял бы сделал да типа осталось оформить да просто не обратил внимание почему не ясно вот вопрос не ясно может быть за этим какой-то таинственный план скрывается специально фиданул как вчера вчера было с момент когда мы считали что он специально фиданул да 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 блин прошлый раз сработало надо бы и сейчас снизу принимает седова опять-таки куроки за счет того что у самого же седова украл убивает его хвост кстати очень близок уже к приобретению башерочка сейчас ты два товара сяди здесь скоро должны забрать да вот сейчас уже после этой вышки будет у него башер да появляется появляется у него там рецепт птицы пытаются задоноить дэнди поймал йола этот йол пытается что-то сделать рядом куроки и рубик прилетел очень вовремя и еще как же этот рубик с ворованным телепортом то помогает это нереально имба на самом деле за чем-то украл и спрей заканчивался телепорт заканчивался просто надо еще раз понимает это конечно очень очень круто потому что ты по факту от чем хорош рубик тем что ты от него не ожидаешь чего-то такого ты стоишь себе спокойненько дерешься там фармишь туда-сюда тут раз прилетел рубик ты блин у них же да у них же рубик через там 40 секунд к тебе такая же фигня блин да у них же рубик то есть забываешь то есть нового она в мозг сразу так не влазишь там пацаны там рубик у него там будет в лед да да это то же самое когда там рубики там бро страйк например какой-то ворует ты смотришь а рубен а что ты можешь сделать на подкоп под пятерых там просто молния поднял в минус 4 ггбб в общем да рубен такое неприятный герой именно вот из-за своего фактора неожиданности да ты можешь там пытаться его успевать прокликивать там смотреть чё к чему но это опять же когда ночь особенно когда резкие телодвижения народ делает это сложно сложно оформить и сложно очень грамотно все провернуть так чё там ну две минуты попросил хвост пока у нас пауза всем еще раз напомним что уже меньше чем через 12 часов мы вернемся в эфир в 10 сет то есть в 11 утра по киеву фаник успеет в твиттере писать пока пауза стоит так вот в 10 сет в 11 по киеву 12 по москве у нас тонг фу против lgd china будут играть так что на четвертом канале нашим твиттер старлада 4 что обязательно смотрите так ну а вечером завтра 17 сет опять-таки целых шесть матчей старлада очень много старлада остался тут вообще очень много и матч это довольно интересные все каждый что-то дорешает там борьба за вылет борьба за влет там вообще у нас каждая команда за что-то доборется а разве что дузе уже на всех пофиг 6 8 да ладно я на самом деле вот что-что чувак они вышли из про серии то есть выиграв квалификацию и они находятся да там сейчас вот на девятом месте и как бы выше фнатик выше вирту спро двух участников все-таки интернешнл посейдон там например еще есть такие ребята тоже я слышал сейдон очень хорошо начали они начали вообще круто но потом вот мы видим да у них сейчас 58 и стата далеко не самая лучшая в общем в общем аду за я уверен они себя показали там ну если не на сто процентов то вот выложились по большей части как только могли и вот кто кто а они уж точно должны быть довольны таким результатом возможно да есть какие-то моменты которые там их огорачили где-то могли допустим дотащить и не дотащили но в общем я уверен что они чувствуют что вот правильно правильно у них все получилось что они хорошо постарались да ну и империя конечно империя там сейчас империя там флай сидит довольно взяли просто флай там по ходу вывалив яйца на стол сейчас я прям вот сейчас пойду и цену на себя подниму просто сколько там стоит пап с флайом где он там каких-то 18 баксов подумаешь это же вообще этот поиграть пару раз с флайом тю у меня тут столько дней рождения это ужас всех прям не рождение поздравляем всех у кого сегодня день рождения этот чудесный день это каждый день стар серии можно каждый день знаешь начинать там поздравляем всех с днем рождения да 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 я верю что 50 тысяч на смотрит прямо сейчас почему нас так много людей среди ночи смотрит в любом случае я верю что из 50 тысяч ну элементарно можно поделить на 400 приблизительно и понять ну да 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 там там сегодня у тысячи людей но не у тысячи сотни людей дни рождения ну минимум на минимум нс например кстати да и все-таки блин а у меня же нюхо тогда же когда и он с а что же это я проспал свою днюху до днем вот мы видим что 28 метр и так тут тапа мне что-то пришло от тапа тапа за чекинился что он в аэропорту дома дедова пьет кофе и ждет супер рейс в тагил да 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 что на виде что-то задумали у фаника появился очень хороший артефакт названием радиансы и на него идет атака но у фаник видимо почувствовал потому что вот его мохнатое видимо пригорело и он действительно успел отойти но и все равно хотят роксы на него напасть смокер а сейчас будет стычка в любом случае navi rocks нет нашли медведя нашли не стали по лица медведь то горит горит медведушка то маякнул по моему маякнул фаник что там они там они потому что что-то он почувствовал что тут не так медведь упирается в стенку помнишь когда-то у нас было игрок то когда чувак ссори лаги надо меня лагалу за да это было просто ржачка его в инвизи стопили демон как раз таки был который кстати сейчас без команды ну все арокси поразлетались отсюда в миде уже у нас nexus пока пользы от дума я в этой игре не видел вообще он вроде как есть вроде как нет на его месте мог бы час абсолютно любой герой и с такими еще алхимика уже был бы опасным да 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 так мы сейчас видим фармящего дума на которого ну как бы пофиг но хотя с другого счету плевать но как бы на икс его сгрызает вообще на вуаля но сейчас кираса кираса именно 22 брони это немало это действительно немало я там помню где-то вроде должна быть медалька у парней нет нет медалька у елла не не я имею ввиду нави чтобы пробивать этого думал нави нету да действительно минус армора у них пока никакого нету и вряд ли намечается а вот у как раз рок скис минус армора много там медалька вот елла действительно алхимика плюс у него же тучка плюс еще и кираса и это все на того же хвоста и хвост будет погибать если что-то пойдет не по плану если его вдруг получится запокусить так рошан появляется через 30 секунд следовательно эти 30 секунд вряд ли мы увидим чита смерть хотя нави относится наверное к тем командам давайте подеремся потому что тем же будет страшно драться да да вдруг мы сейчас проиграем еще дадим рошана это же вообще будет грязь да все ливаем а я просто забирает 2 но тут тоже парни вроде особо не растерялись хотя тут стоит медведь который просто съедает уже не одну пачку крипов и вот вот стоит он атаку пуканом проводит подъема крылка медведя дабл тп смотри кусть сейф медведя массовый просто прыгать тэнди никого не успел поймать и улетает отсюда nexus и улетает отсюда сида да там еще на топе вышка пушится а вот на топе уже от дефить неким да и хорошо здесь играли рокс в этом в этом плане забрали они товар то есть разменяли т2 на т2 заставили и дайр скурьер has been killed что же там было смоук и вот здесь на базе прям убили фурион да да фурион там залетал судя по всему с телепорта потому что как раз такое у него нету и он на базе стоит сразу после фразы курьер has been slain у него такая еще ухмылка ехидная на лице так что судя по всему это был действительно он не палец от смотри зашел базы за и начинает бить тавар и довольно больно здесь товару да ну пришел купе и вроде как отгоняет рошан падает моментально да и вот он заколупали хвост вместе с фаником мы видим что появляется аэгис на это разберется краски фаник конечно же хвоста даже если убьют ничего страшного а вот два медведя с радианцами это не весело да плюс еще огонь не появляется у пупе вот в чем как бы да она подсказывает 26 минут приблизительно по таймингу да по таймингу пупе все чуть опережает но опять же там еще зависит от того сколько вордов коза покупает она и так далее курьеров грейдит все такое то есть но купе его видели он по ходу игры часто покупал и смоки и варды и так далее ну агоним на 25 это все равно очень хорошо мы видели как импетусы залетали и без агонима но сейчас будет с агонима йол йол попытка убить фаника вдвоем фаник получает стан медальон на него здесь же медведь как больно фанику минус аэгис на ровно я же говорил про минус армор вот минус армор работа драться из-под мелда еще бы тычку на дэнди здесь стянул ой 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 медведь нарезает седова тут же и куроки вот куроки то должен сейчас долл всех поубивать да отлично поднимает они сидова есть также сэндрик минус 1 минус 2 очень вовремя подтягиваться на вид для того чтобы спасти медведя как же как же отлично играет куроки сразу телепорты вниз смотри бить на эксуса тут же дэнди и тут же сейчас будет куроки просто ну как же они шикарно играет ну блин рок скис сейчас не ожидали того что их успеет принять и на топе и снизу да они все правильно сделано не все четко сделали на и отыгрывают а вот вот на уровне особенно куроки вот кура в этой игре вау впечатляет да вообще потеют видно сразу ребята стараются не допускать ошибок действует крайне грамотно могли на ве могли спокойно до отдать этого медведя на халяву и типа забить на него но они не стали этого делать за что им опять же огромный респект уважуха так тут нас фанник гоняется за бзз медведя избивают и очень больно медведю не отпустит у бзз уже не отпустит мишку и плюс 300 галда и за что залетать бззшки нет не бззшки забирает андроид до андроид п забирает нас но у него уже 1900 есть я так понимаю что это будет выход в аганима следовательно поинт бустер уже не за горами так седой седой будет выходить в хекс у него уроки меня прыгает накручивает стан в бзз не успевать бзз ничего сделать вот сейчас только включает бкб идет за дэшкой да он забрал а мне еще уроки сейчас будет догонять просто и все проще с блинка просто будет догонять я хотя птицы посадили вроде нормально да но вот кура опять же вот трубик вредная зараза причем за станом алхимика что-то чем плюс 200 галда для нами блин ну к уроки вот не перестают за хвостом гоняются ой-ой-ой какая ошибка от ёлла да что ж ты так ёлл умирается хвост здесь должен тоже умирать да дэнди чуть-чуть прыгнул стянул двоих на стенку ну и все забыл что он не пак да что не пак что не может всех поубивать залетев с прокатом рубик рубик бежит кстати дэнди сейчас уверен что рубик сейчас будет прыгать сюда на рубик со станом уже накрученным да стан андроида ах лучше бы не туда давал стану уроки на любом случае уходит ну и два в один ну хорошо хорошо что роксы убили хвоста не сдаются они дерутся до конца шансов конечно модели прыгает стянул и корни с первого удара nexus таверну стан андроида от куроки полетел сейчас импетус импетус минус 2 мультикил фаник вот там взрывается где-то да не это даже ел взрывается на ел на базе там взрывается вот опять же толку с этого суппорта алхимика нету ну не то что мне туда он там вроде ходит устраивает экшен дело даже ну не наверное в алхимике дело в том что вот к нему пока особо не получается что ли подобраться подобраться да он старается да из смоков выходит там дает станы все дела но вот вот есть то дум да он опять же мы говорили что есть что нету потому что в бою скиллы у него скажем ну не первой надобности у а стилера чо рейдж по сути бкб там понятное дело аджор open wounds все полезно и вот у вас тилера реально каждый скилл полезен в драке у дума первый скилл фармящий третий скилл по обстоятельствам такой да но на самом деле неплохой не очень неплохой если на хай лвлах процентном соотношении нормально лепит ну и опять же единственный плюс это конечно пассивка вот пассивка которую правильно съел дум волк ну либо же можно кобальда скушать кобальт там тоже 12 процентов ну и да 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 очень быстро особенно под скорость 4 мы ей там свои за метам 522 и поехал ну что же 18 на 8 у на ее преимущество около 10 тысяч денег ну 9 тысяч денег и 15 тысяч экспы очень много ланая здесь вряд ли что-то сделает очень вряд ли ну что хекс о вот это интересно хексусе духе появляется вот это вот интереснее сразу стало смогут ли что-то сделать ракции люди смогут здесь нами пупейку роки и дэнди двое с даггерами с форстафом к тому же куру он сверх мега мобильный у него ничего ровного нету ему надо что-то он как без ног без краденых каких-то там артефактов прямо не чешулов то украсть надо что-то украсть где хвост вообще хвост видимо а вот а вот он затесался в толпу нави будут заходить так тучка уроки ищешь чтобы украсть кровь стоит там вот ульта фуры вроде неплохо прошлась но нави просто отступают час отхиливаться и зайдут по новой тем более что у дэндика есть стенка ну а там нет глифа да и там нет ульта фреона да птицы птицы сбоку так будут подлетать будут подстанет в разгар драки самая бесполезная ну самая полезная фигня от птиц которые тут можно ожидать то что в драке ты не всегда обращаешь внимание на птиц вот как быстро падает тавр медведь понятное дело бьет вот залетают птички фаник начинает бить птичек но отлично но птичку сразу потерял медведь йол опять же йол и дэнди стягивает на стенку дэнди стенка сначала ставится а потом стягивать надо ну ладно в любом случае фраг просто моментальный йол отъехал в секунде седой спрятался абисс алблейд от хвоста минус седой бзз бкб 2 бкб от микс сойдет рака мексус горит на свои мату да и вот тут конечно не так не жалко и хвост тоже горит хвоста надо похилять как-то то он может умереть от купе и рид иди сюда хвост эти полечу выжил таких вот бзз еще субьет хвоста на вот это было плюши очень сильная да здесь хвост конечно фидалу очень плотно уроки и пупей пытается убежать пупей никуда отсюда не уйдет на топе фаник снес одну сторону начинает нести второе или вот эти все побегушки идут уроки добром-то не закончится для команды еще идет мэлт у него был он просто спрятался в мэлт да вот только-только-только заметили раксы что оказывается ребята нам базу несут но и фаник сейчас в горни по темп ларке с первого удара сейчас ты по аут и и улетает фаник лоу стоит у него буквально 100 хп это те самые корни с первого удара по темп ларке т3 упала сторону фаник сломал сам пока здесь шла развлекуха пока хвост здесь видел сломал сторону товарищ ну задача выполнена самом деле вот полном объеме практически для нави потому что помимо до снесенного лайна во первых посмотри тут даже колодцев уже не осталось то есть носить нечего крипы уже совсем скоро примутся за тир-4 по этому запушенному лайну так плюс еще и действительно мид голый остался а медведь мы знаем как быстро справляется со созданиями на тяжело будет урок скис эту игру перевернуть очень тяжело снизу седого ловят дэнди и седой улетает ну вот хорошо все сделать сейчас седой кексанул медведя понимал что могут пройти корни все сделал очень четко и улетел остался в живых по причинам еще 21 на 9 2 минут до рошана android пи летая тут своими птичками вот-вот-вот алхимик да медальон и урна ну 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 да он такой этот алхимик конечно да есть минус армор есть стан но алхимик же может нормально вливать урон зачем делать из него какое-то недосущество просто посмешище да уж что думал например суппорта мне сделать не знаю вот пусть он себе ходит фармит леса постоянно идолт как делали аспир вообще сложно его там поставить не знаю там ну типа да он он все равно собирает свои ауры он все равно на собирает свою полезняшки у него все равно будет там тоже в лоббирс у него все равно будет да вот влад мир там кираса аура волка все ну да не будет у него бкб не будет у него там еще чуть но в любом случае как бы он забежит и уже будет наводить шорох там кинь с кого-то тот же дун даст кого-то тот же level death то все будет абсолютно то же самое Да, только будет он там чуть меньше с руки нарезать. Но Алхимик-то мы знаем, он же вообще бешеный. Он реально бешеный. Да, ну что, 34-ая минута игры. И Na'Vi понемножечку здесь кучковались на нижней линии. Сейчас по стандартному они дойдут до Тауэра. Если что, потом вернутся просто-напросто на Рошана. Ну и вот Na'Vi выдвинулись уже. Очень уверенно играют. Последних два дня. Вчера три победы, сегодня две и завтра еще два матча у Na'Vi, напомним. Против Ahead KZ и против UABELST. Два последних матча для Na'Vi в регулярном сезоне Star Series. Ну, я не говорю в целом сезоне, потому что, сами понимаете, могут выйти на LAN и тогда будет не последний. Близки, наверное, к тому, чтобы выйти на LAN. Так, Алхимик опять же раскручивается. Ох, что-то эти Алхимики. И опять взрывается. Ну, конечно. И прям готовы уже просто прыгать сюда Na'Vi, Dendy. И Алхимик такой буксует подальше. Друзья, не забывайте меня. Ну что, с ДД БЗЗ решили Na'Vi, ну, нафига идти, если там с ДД чувак, да? Или пойдут все-таки? Вообще пофиг. Или на Рошана тут со спины, кстати, будет заходить Седой. Он всегда со спины, в принципе, заходит. Нет, просто на Рошана пошли Na'Vi. Просто... А, нет, не на Рошана. Нашли Седого. Дэнди его видит с гемом. Проблемы у Седого. Хекс, Куроки. И, наверное, это минус Фурион. Хотя здесь драка будет. Там, смотри, там сейчас опять же дэндика. Ой, пошла драка. БЗЗ, стан тут же от хвоста. И хвоста подожгли. БЗЗ живой. Там залетает импедусы, которые вносили бы 800 дэмэджа просто, если бы. Так, ну вот, прячется пока что БЗЗ. Нет там рядышком Дэндика. Да, Дэнди пока у нас там занят в центре. Он стоит в деревьях. Отличное занятие. Ну и Седой минус, судя по всему. Да, в корняк. Да, из-за тем, как БЗЗ дерутся. Там Фаник убивает. Поэтное дело. Ну, БЗЗ здесь, наверное, тоже уже ничего. БЗЗ, смотри, хвоста таки убил. Да, хвоста-то убить можно. А вот с остальными что делать? Фурион вроде сделал, да, байбэк, но... Паник! Паник! Может умереть, но выживает. Траксы. Да, там урну на него повесили. Много чего висит на панике. Медведя месят. Медведя месят! Медвед! Есть ТП еще сюда. Убегает Мишка. Ёл! Стан! Робик умирает здесь. Дум, дозу. Ох, хорошо. И Мишка тоже умирает. И ты смотри, всего-навсего. Один Т3 тавер. Умерли, правда, только вдвоем. Ну, тут нави слишком рассредоточились, начали опять же гоняться, кто за кем как попало. Вот за Ланая гнался с самого начала драки. Он ее не убил, ему стало обидно. Как будто там... Я ее убью. Медом помазанная это Ланая была для хвоста, я не знаю. Потому что действительно гонялся он за нее очень долго. Много времени потерял. Ну что, 25-11. Ну, по деньгам вы понимаете. 17 тысяч, по ХП уже 20 тысяч. Ух, да ладно. И Роксис сбегает на Рошана, но они могут его быстро пытаться убить. Очень быстро им надо это делать. Медальон, тучка. И очень быстро избивает Рокс. И нави не успеют. Но нави мигают, кстати, туда, потому что есть у них ворды. И Рокс погибает. Рошан наполовину. И забегает сюда, начинает драться с Йолом. Медведь. И понимаем мы, что, наверное, здесь Йол. Вот так вот его просто забросили. Стой там, Йол. Мы с тобой разберемся, когда... На тебе Шиву туда еще. Вот, вот. И стой там, говорят, Дэнди. Заблинковался? Ну ты да стой. Там пупи такие импедусы по птицам раздает. Ну и все. Вот он, минус Рошан для нави. И можно, наверное, констатировать, да, грустный такой факт для болельщиков Рокскиз. Скорее всего, Роксов на финалах не будет. Пятое поражение, конечно, оставляет еще шансы. Но тогда Рокскиз надо болеть за соперников Альянсов, нави. Ну и тут, да, там еще... Опять же, кто поедет, кто не поедет. У кого там, возможно, какие-то проблемы будут. Ну, по крайней мере, пока подтвердили, по-моему, все наши претенденты, подтвердили, что они будут ехать. Квантики там горят. Кайпи горят тоже, конечно же. Ну, кайпи горит. Да, кайпи горения мало. То есть, вот это вопрос. Поэтому, вы знаете, пятое место тоже имеет смысл. Вот птицу тут отдал просто, опять-таки, чуть ли не на халяву Андроид. Ну и вот, пошла, так и на бараке. Хвост опять в БЗЗ. И хвоста опять поджигает. Да, и Йол опять взрывается. Йол опять ничего не может сделать. Накидывает импетусы один с другим. Ну и вот, минус Йол. Йол вообще ничего не сделал. И опять же, по-прежнему, живой. Ну вот, уже нет. Да, ну и вот он залетает ГГ. Такие импетусы там летят с мэднесом просто от фупея. Просто мэднесы. Там такие импетусы... Да, причем там один не успевает долететь. Уже второй вылетает. Очень-очень большая скорость. Вот такого, не знаю, нет просто нормального спасения, конечно, кроме БКБ. И что ж, хорошая игра от Na'Vi. Да, Роксы немного решили поэкспериментировать, скорее всего, с этим алхимиком на суппорте. Опять же, Doom на керри роли не слишком хорошо заехал. Фурион, ну Фурион как Фурион, да. Вот у него вроде все нормально было. У него ГПМ неплохой, у него артефакты неплохие. Темпларка, ну против Дарксира в центре лучше от нее. Вряд ли можно было что-то ожидать. У него вроде тоже какие-то артефакты есть. Получилось, как получилось. Да, 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 именно так. Ну что, ребят, турнирная таблица по окончанию 25-го игрового дня. Всего 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й. Пять дней осталось. Пять дней осталось до конца. Очень-очень-очень мало. И вот она, турнирная таблица Empire и Na'Vi. Квантикам нужно надеяться, что проиграют. Или, ну, Empire, Kaipi друг с другом будут играть. То есть кто-то там проиграет. В любом случае, вот так выглядит турнирная таблица. Завтра, завтра у нас, опять-таки, 6 матчей на StarLadder. Но встречаемся мы в эфире в 10 сет на Китае. Впц Эйс Лига, наш 4-й канал, Twitch.tv, StarLadder 4. Ну и смотрим завтра. Китай. Удар. Да, да. С самого утра будет Китай. Так что не теряйтесь. Не знаю, высыпайтесь или не высыпайтесь. И увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. Да, до завтра. Завтра Китай, StarLadder. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мобильный, как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Идл представляет ультрабук-трансформер. Он не просто изменяется сам. Он меняет все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Седьмой сезон легендарной серии StarLadder TV. Шестнадцать сильнейших команд Европы. Более 120 матчей регулярного чемпионата плюс ландфинал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный сет от StarLadder TV уже в продаже. На ваш выбор два билета. С эксклюзивным сетом и без него. Будь в курсе последних событий. Смотри StarLadder TV. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин